Бог Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Все что ты дал по благам не будет всегда Все что ты дал по благам не будет всегда Все что ты дал по благам не будет всегда Мы поем все что ты дал по благам не будет всегда Бог ты пленил меня навечно Любовью бесконечной И если вечером плачь на утро будет радость И пусть шумят ветра Уповаю на тебя Я знаю ты не оставишь Ты не оставишь Твоя любовь Господь мы поклоняемся тебе Ты достойный Иисус О на устах хвала тебе О мы твоего Мой Господь Мой Господь Ты мое дыхание Без тебя Без тебя я не могу И возносить не перестану Имя твое Имя твое Господь Поклонюсь тебе Ты достоин славы Ты достоин славы Всех О сановичь Я в руке твоей Поклонюсь тебе Ты достоин славы Всех О сановичь Я в руке твоей Мой Господь Ты мое дыхание Без тебя я не могу Мой Господь Надежда упование Мое Без тебя я не могу И возносить не перестану Имя твое Господь Поклонюсь тебе Ты достоин славы Всех О сановичь Я в руке твоей Поклонюсь тебе Ты достоин славы Всех О сановичь Я в руке твоей Поклонюсь тебе Поклонюсь тебе Ты достоин славы Ты достоин славы Всех О сановичь Я в руке твоей На моих устах На моих устах Хвала тебе Господь Господь святой Господь святой Господь святой На моих устах На моих устах Хвала тебе Господь святой Господь святой Господь святой Я в руке твоей Поклонюсь тебе Поклонюсь тебе Ты достоин славы Всех О сановичь Сых Сех Поклонюсь тебе Поклонюсь тебе Поклонюсь тебе Я умер, ненавица, поклонюсь к тебе. Льва мой, Бог, мой слава тебе! Мы дно твою поклоняемся к тебе только одному! Ведь, если Бог, поклонюсь к тебе! Субтитры сделал DimaTorzok Благодарим Тебя, Господь! Славим Тебя, наш Царь! Благодарим Тебя! Ты любящий Отец! Славим Тебя, Господь, во все дни жизни нашей, Отец! Поклоняемся Тебе! Мы знаем, Ты один достоин всей хвалы, всего нашего поклонения! Господь мой, мы благодарим Тебя за то, что Ты умер за нас и воскрес на третий день, дав нам надежду и вход в вечную жизнь! Мы молимся и благодарим Тебя! Аминь! Давайте воздадим славу Царю! Слава Богу! Прославление! Спасибо Вам! Аня, мы прям с Тобой получили какой-то дар! Вот там написано, всякое даяние доброе, всякий дар совершенно не сходит свыше! И вот с Тобой прям дар мы какой-то получили в Церкви особенный! Спасибо Тебе! Главное, знаешь что? Ты не девочка вот 10-летняя, а у тебя столько харизмы, столько вот красоты! Спасибо, что ты ведешь так красиво! Спасибо всем остальным музыкантам! Безусловно, Вы тоже чудесные! Друзья! Присаживайтесь в любви в мире Божьем! Рад Вас видеть! Рад! Рад, рад! И вообще, хорошо в Доме Божьем быть Воскресением! Никакой, никакой гаджет не заменит воскресного нашего служения! Так, подвинусь! Аллилуйя! Вы знаете, я думаю, что в этом что-то есть правильное и достойное! Быть Воскресением в Церкви! Но в силу обстоятельств, безусловно, мы никого не осуждаем! Кто дома сегодня, ничего здесь нет дурного! Но все равно, вот как-то атмосфера лучше, когда ты вживую поклоняешься! И ты чувствуешь, что Церковь – это семья! Аминь! Итак, друзья, я молюсь, и мы переходим к Слову! У нас начинается год, он постепенно разворачивается своими прекрасными формами! И я думаю, что Бог сделает что-то великое в этом году в соответствии со Словом Рема! Господь, благослови сегодня! Благослови нас! Благослови Слово, Господь! Благослови каждого слушающего! Чтобы каждый получил милость, благодать от Господа с небес! Получил Слово, Отец! Вдохновился Твоим Словом! Мы молимся во имя нашего Господа Иисуса Христа! Аминь! Аминь! Вы знаете, сегодня мое слово звучит достаточно просто! Оно называется «Суд или милость»! И оно мне пришло уже достаточно давно в сердце поделиться, и как-то я его, ну так, размышлял молитвенно, ходил и думаю, надо обязательно донести эту мысль до людей о том, что вот если грубо или коротко или сжато, то вообще религиозное сознание, оно всегда акцентирует свое внимание на суде! И суд, он есть, он существует, и Библия говорит о суде, и говорится о суде вечном, и любая религиозная система имеет понятие суда, то есть суд, ну ждет, ждет всех людей, и по этой причине у людей появляется страх. И многие мотивированы страхом, в средние века священники, именно рассказывая о мучениях ада, затаскивали людей силой на небеса, но это неправильно, потому что человек все-таки не может идти на небеса силой, это всегда какая-то извращенческая теория. Ну вот так работало, и до сих пор в некоторых религиях так работает. Ад, 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 суд, ад, 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 поэтому что-то сделай, чтобы не попасть в этот ад. И человек пытается карабкаться, как муравей по стенкам стеклянной банки, вот выкарабкаться повыше от этого суда. И в принципе, я говорю еще раз, в Библии есть понятие суда, но намного выше, намного мощнее, намного глубже, намного духовнее, намного могущественнее тема милости. Новый Завет, он как будто бы, знаете, говоря о Ветхом Завете, говорит, да, там суд, да, Творец, который создал небо и землю, и он увидел, что люди согрешили, люди отвернулись, но Новый Завет, это именно Завет с людьми через его милость. И вот об этом мы сегодня как раз и поговорим. Вы знаете, вообще удивительно, что церковь Иисуса Христа такая штука, что нас постепенно, постоянно людей сносит в религиозность. Вот наш грех, он как будто бы в нас заводит этот механизм религиозности. И вы знаете, я не знаю почему так, но во многих даже христианских церквях люди приходят в церковь и получают свою порцию осуждения. Их в миру-то долбают, а они еще в церковь приходят, их долбают. И вот я знаю, у нас брат один, хороший такой брат, переехал в другой город, у него там что-то с бизнесом здесь не пошло, очень было все сложно, и он переехал в другой город. И вот он там пошел в церковь, ну нормальную, христианскую, более-менее консервативную, и вот он со мной встречается и рассказывает, говорит, пастор, я, говорит, ничего не пойму, пока я в Нижнем жил, у меня все было плохо с бизнесом, у меня, говорит, в семье там что-то проблемы. Я, говорит, чуть доползал в воскресенье до церкви и понимал, приползу в церковь и там будет, Бог тебя любит, аллилуйя, вдохновение. И он говорит, мне жить хотелось. Я, говорит, выходил из церкви и думал, опять сейчас вот в проблемах, в проблемах и там до домашней группы доползти, до церкви доползти. Сейчас, говорит, я переехал в другой город из-за бизнеса, бизнес пошел, в семье все нормально поправилось, все хорошо, прихожу в церковь, мне, все плохо, ты о себе не думай высоко, ты грешник, помни, бойся, умрешь, того смотри, в ад попадешь. И он говорит, я вообще ничего не понимаю, в каких системах я жил. Так вот, исходя даже из этого свидетельства, я думаю, как людям не хватает откровения о милости. Они просто забывают и когда они пропитаны идеей вот религиозной какой-то, они постоянно видят в Библии стихи о осуждении, о гневе Господнем, о том, что спастись очень трудно или вообще даже мы не знаем, можно ли спастись. Я скажу страшнее, очень многие религиозные какие-то вот организации, они играют на некоторых стихах, вот у свидетелей Говы, например, есть такое любимое местописание, с кем бы они ни встретились, они всегда вот это местописание говорят. Так, 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 подождите, я его упустил. Да, Матфея, 7 глава, с 21 стиха. Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет в царствие Отца Небесного, но исполняющий волю Отца моего Небесного. Ну и так далее. И многие скажут мне в тот день, да, не твоим ли именем мы пророчествовали, не твоим ли именем бесов изгоняли, не твоим именем чудеса творили. Я скажу им в тот день, отойдите от меня, делающие беззаконие, я никогда не знал вас. И вот этим стихом, как нарисуют картину, и картина заключается в следующем, что, братан, вот как бы, куда бы ты ни ходил, в какую церковь, а ты не спасен, пока ты не присоединишься к нам. На самом деле это манипуляция. Манипуляция, потому что здесь речь идет именно о беззаконии. Речь идет о грехе в той форме, когда человек сам отворачивается от Бога. Когда он даже ходя в какую-то церковь, принадлежа какой-то религиозной структуре, но его вообще тема Библии, духовной жизни не интересует полностью. Вот о ком говорит Господь. Он говорит, вы просто делаете беззаконие, и вы вот живете где-то, вот вы крестили вас, вот вы женились, вот вас похоронили в какой-то системе, вот там какие-то чудеса есть свои, но вас это никак не касается. Но если ты сегодня, ты знаешь, что ты любишь Бога, ты знаешь, что ты сегодня пришел в церковь, потому что твое сердце звало тебя туда, ты пробрался через эти морозы, через сугробы сюда, чтобы поклониться Господу, то слушай, услышь сегодня, Господь говорит тебе, ты спасен. Даже если вы смотрите сейчас нашу программу по интернету или по телевидению, телекомпании ТБН, в любом случае, если ты сегодня смотришь и ты говоришь, Господи, я хочу получить слово сегодня от тебя, скажи что-то мне в мою жизнь, знай, что ты спасен, знай, что Бог любит тебя, ничего на земле не может тебя отвратить от любви Божьей. Ничто, даже никакой грех. Смотрите, апостол Павел пишет, замечательный, великий человек, говорит, Римлянам 8 глава 39 стих, он говорит, ибо я уверен, смотрите, с каких слов начинается слово Божие, его послание, он говорит, ибо я уверен. Вот он не сказал, я думаю, я предполагаю, мне кажется, он говорит, я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, кстати, по словам начало подразумевается начало бытия и грехопадение в том числе. То есть он говорит, грехопадение, начало мира, не оно, ни силы какие-либо демонические или какие-то либо другие, ни настоящее, ни будущее, продолжает, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Павел говорит, вот ничего не может встать на пути между тобой и Богом. Слушайте, как бы крамольно ни звучало, грех не может встать между тобой и Богом. Пастор, ты что, ты что, Писание не читаешь? В Ветхом Завесе ясно написано в книге Исаии о том, что грех стал разделением между Богом и человеком. Да, да, с теологической точки зрения точно так и есть. Но кто построил этот грех? Кто построил эту стену? Бог? Нет. Мы с тобой построили стену. Его сердце говорит о любви. Его сердце отца. И он говорит о том, что он милует нас в любых ситуациях. С этой точки зрения никакой грех. Поймите, я сейчас не даю ни в коем случае лицензию на грех. Ни в коем случае я не говорю грешите, живите как хотите. Речь не об этом. А речь о том, что никакой грех человечества не может заставить Бога не любить вас. Не может. Любовь. И если он есть любовь, то это его природа. И Библия говорит, что он возлюбил нас даже когда мы были грешниками. То есть, Бог сделал все для того, чтобы спасти нас, когда мы еще даже о нем не думали. То уж тем более, когда мы о нем думаем, когда мы к нему идем, тем более. И вы знаете, не зря эта величайшая история о блудном сыне, она как раз показывает сердце отца. Но мы настолько религиозны, настолько наше сознание продано греху, что вот в той системе ценностей, в которой мы живем, мы всегда живем в понятии суда и оценок. Ведь суд это не просто суд небесный, это еще наше, наше земное судилище. И мы судим друг друга. А, вот, знаешь, он согрешил серьезно, слушай, мы так не делаем. А вот он еще до сих пор курит, ты представляешь, сколько в церкви. А тот вот так себя ведет, вот у него чего. И мы постоянно продолжаем судить других людей. И думаем, и если мы попадаем в проблему, то мы думаем, что и Бог относится к нам точно так же, как все общество мыслит здесь. Вы знаете, мы вообще как-то, общество, особенно наше, русское, ну, может быть, и по всему миру так, но я даю оценку тому, где я живу. Мы как-то живем вот в кастовой системе. У нас вот есть нечитабельная, вернее, чувствительная, возможно, не прописанная, но кастовость. Как в Индии, знаете, только в Индии хотя бы касты прописаны. Там хотя бы знают, кто Брахмана, кто Шудра, там все понятно. А у нас вот, оно, знаете, никто не прописал, а все чувствуют, кто к какой касте принадлежит. Это чувствуется по автомобилям, по одежде, кто где работает. И вот высшая каста, она, причем это есть, это в тюрьме, это в армии, это в сообществах, это даже в церкви бывает пахнет. Кастовость, кто с кем. И вот это вот высшие касты, они смотрят на низшие совсем по-другому. Я буквально недавно пережил очередное такое чувство кастовости. На лыжах поехал кататься в Хабарское, как раз в эти наши праздники. И вот я что-то закончил, покатался, стою около машины, лыжи чищу. И мальчишка подбегает маленький, подбегает мелкий, через несколько машин буквально, через две машины подбегает, и только слышу, ему кричит, там кто-то, да, там, имя его называет. И он такой, баб, да, сейчас подойду. Ну я понял, что внук и бабушка. И внук подходит и смотрит на меня, такой маленький мальчишка. А я чищу машину, счищаю. Говорю, как тебя зовут, он там, а, Вася, о, Вася, привет, сколько тебе лет? Он что-то так со мной общается, и он кричит, баб, смотри, дед, как дядя машину чистит. Ну что-то не знаю, он что-то удивительное увидел в том, как я чистил, счищал снег с машины. Не знаю, что ему. Стоит мальчишка интересный, и подходит бабушка, и я начинаю с ней как бы разговаривать с той точки зрения, что она достаточно молодо выглядит для бабушки. Ну, коротко, за 50, может, лет 55 на вид, ухоженная, все, в спортивном костюме. Я говорю, да, вы так молодо выглядите для бабушки. И говорю, ну, я тоже дедушка. И что-то пытаюсь, она улыбнулась, но тишина, какая-то вот такая висящая в воздухе тишина. Потом подходит дедушка. Дедушки где-то вот за 55. И я заметил, это вот какое-то поколение, которое должно вымреть, как этих вот, я не знаю, как либо динозавры, или как вот те, которые в пустыне пали. Это, знаете, это комплекс советской эпохи, когда там были вот они еще комсомольцами. Это они все время оценивали друг друга. Этот дедушка подходит, видно, ухоженный. И я пытаюсь говорить, он меня вообще игнорит и прочитает меня вот сверху до головы. И так на машину так оценивающе посмотрел. Но я сначала себе истрактовал, ну, мало ли что, может, человек подумал, внук подошел, ну, мало ли, может, я маньяк какой-то. Ну, сейчас люди осторожничают. Я истрактовал позитивно, думаю, ну, всякое бывает. Но потом думаю, такая внимательная оценка моего автомобиля. Потом как-то меня, потом лыжи, потом что-то так все так оценил, ничего не сказав. А мальчишка продолжает в простоте своей, вне кастовой категории. Дядя, что-то там, а я ему продолжаю. И ситуация нелепая, потому что дедушка с бабушкой оценивающе стоят, ничего не говорят, начинают презирать как-то. Но я опять думаю, может, мне кажется, ну, может, кажется, всякое же бывает. И они забирают внученька, ни слова, уходит там этот дедушка. И я так делаю несколько шагов назад, посмотреть, что это было на их машину. И думаю, попал в десятку. Кадиллак эскалейт. Слушайте, но если Кадиллак эскалейт, это уже все. Это надо смотреть, кто рядом стоит, с моим внуком разговаривает. Можно ли с ним дело вести? Оценка, шук-шук-шук-шук. Я думаю, Господи, насколько мы поганые внутри? Мы. Я даже не говорю, что он. Мы. Потому что мы же создали эту кастовость. И в этой кастовости живем. И не понимаем, что сверху начинаем осуждать тех, кто внизу. По любой шкале. Хоть по деньгам, хоть по нашему поведению, хоть по церкви, хоть по позициям. Нам как будто бы, знаете, мы всегда в этой жизни с чем-то боремся, чтобы преодолеть вот эту оценочность сверху. Знаете, то же самое в церкви. Человек пришел, освободился от наркотиков, от алкоголя, от курева, перестал ругаться матом, в семье стал жить лучше. И вот он пришел в церковь. Пришел, поднимает свои руки к небесам. Уже с энкаунтера приехал полгода как. А тут кто-то еще рядом приплыл. И явно он еще не освободился от этих вещей. И вот он тоже там что-то пытается. И у нас появляется чувство кастовости. Мы где-то выше, мы круче. Мы ближе к Богу, потому что я уже не курю, не ругаюсь. Я уже не веду себя так, как Ленка из моего подъезда. И смотрите, вот в Библии прямо рассказана четкая история. Луки 18 глава, 10 стих. Два человека вошли в храм помолиться. Вот забавно. Они пришли помолиться. Они не пришли там подуриться. Они пришли именно помолиться. Один фарисей, а другой мытарь. И вот, чтобы вы понимали, фарисей это человек, который знает закон, который воздерживается от греховных каких-то вещей. А мытарь всегда в Библии употребляется. Там, блудница, мытари, грешники. Вот это вот, как бы, вот это характеристики вот этих людей постоянно идут рядом. Ну, блудницы, понятно, кто это такие. Как наш президент говорил, женщины с низкой социальной ответственностью. А, соответственно, грешники, ну, понятно, люди зависимые, там, от наркотиков, от алкоголя, асоциальные. А мытари, это вот интересная категория. Она и не была вроде зависимая от этих всех вещей. И не вот так блудники, скажем, уж очень сильные. Это просто предатели своего народа, ну, циники. Скажем, те, которым, ну, вот цинично, они просто собирают дань со своих, передают другим, бухнуть не против, с грешниками поболтаться. Там же и блудницы торчат. Ну, как бы, люди вообще далекие от морали. Циничные, далекие от моральных ценностей. И вот они двое пришли в храм. Удивительно, что там делает мытарь? Как он туда попал? И вот знаете, что удивительно? Каждый мытарь, каждая блудница, каждый зависимый человек, все равно имеет эту пустоту, которую может заполнить только Бог. Больше никто. Все равно он понимает, что он зачем-то пришел в этот мир. Чего-то его вот мучает. И поэтому они так же, у них это есть религиозное чувство, как-то разобраться. Вот как я приду к этому Богу? На суд же попаду. Ну, суд же будет, в конце концов. И где-то вот надо выбраться из этой системы, а выбраться не может. Потому что, ну, не позволяет ему его представление о Боге. Написано. И фарисей, став, молился сам в себе. Обратите, что он не молился, даже написано, что вот вслух, а он сам в себе молился. То есть он в это верил. Это была его, ну, его вера, это было его вдохновение, то, о чем он думал сам в себе. Благодарю тебя, Боже, что я не таков, как прочие люди. Грабители вот эти всякие, обидчики, негодяи, вот эти вот девушки с низкой социальной ответственностью, прелюбодеи. И как этот вот, знаешь, домолился даже на того, что говорит, как вот этот вот. Вот на этом я хочу немножечко приостановиться. Вот я заметил, почему-то я бывал в жизни в таких консервативных семьях, неплохих очень семьях, хороших семьях, реально хороших, добродетельных семьях. И я всегда удивлялся, что достаточно часто, вот люди, особенно, которые не сидят там в барах, видимо, у них времени нет для, ну, это же не христианская тема, они, они там не блудят, не грешат, они сидят вечером, и надо же что-то делать. И первое, что они начинают делать, это оценки давать. Это же самая естественная вещь. И начинается, вот сидишь, они там, вот проб ведь была сегодня хорошая, так ведь? После церкви-то, да, хорошая, хорошая. А вот, ну, вот ни один момент не понравился, а ты вот что думаешь об этом? И ты должен какую-то рефлексию дать, ты говоришь, ну, нормально. А что ты потом думаешь вот о том проповеднике? Вот мне все в нем нравится, а вот как он одевается, мне не нравится, правда. А вот еще, а что ты думаешь вот об этом проповеднике? Все хорошо, ну, кричит больно. А вот тот, а вот у того мне вот это не нравится. И ты чувствуешь, сидишь в христианской семье, в нормальной семье, которая с детства верующая, добродетельная, но уже через пять минут думаешь, лучше сидеть с алкоголиком. По крайней мере, алкоголик, как тот внутрь хотя бы себя в грудь стучит. А тут всем оценки дали. Всем этот неправильный, этот неправильный, и тут не так, это не так, это не вот так. И я уже чувствую, сейчас нагрешусь, надо куда-то пропадать. Я не знаю, переживали вы или нет такое, но я неоднократно это переживал. И ты сидишь и всегда думаешь, слушай, но если ты так легко даешь оценки другим людям, почему ты не задумался, что ты не судья с мантией, тебе никто не дал там уголовный кодекс трактовать, ты просто человек, который дает оценки, и смотрите, что сказал Иисус в Евангелии от Матфея, каким судом судите, таким же будете судимы. Это не я сказал. Библия говорит, поймите, друзья мои, каждый раз, когда вы даете оценку, такую же оценку дадут и вам, в точности, в той же самой мере. И какой мерой мерите, такой отмерите вам. И удивительно, что это даже не только духовно, хотя мы часто трактуем духовно, это даже на бытовом уровне. Потому что пойми, человек, который сидит за столом, он выходит, и я вот прям знаю, выйду со стола, сейчас пойду, мне же в догонку полетит, что у меня там и футболка была не та, и пах, наверное, я не так, и сидел нога на ногу, как пастору не подлежит, и сказал не то, что пастор должен был сказать, и должен был подарочек подарить, который он не подарил, а мы ждали, и еще что-то не сделал, чего должен был сделать. И знаешь, что интересно? И что всегда хочется обратно сказать, слушай, а ты представляешь, сколько я могу на тебя навешать, чего бы я теоретически бы от тебя бы ожидал бы? Ну я же не предъявил тебе это. Почему ты предъявляешь? Почему ты судишь и задаешь тон в церкви, осуждение и вот этого, знаете, этой страшной дряни под названием самоправедность? Самоправедность – это тяжелая штука на самом деле. Она ставит тебя в положение фарисейства. А фарисейство – это набожность без доброты. А вот доброта всегда напрямую связана, напрямую всегда связана с прощением и с милостью. Добрый человек, как правило, всегда милующий, всегда понимающий риторику прощения. В этом сила. И дальше Иисус рассказывает и говорит, вот смотрите, а не как этот мытарь, пащусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, стоя вдали, не смел даже поднять глаза на небо, но ударяя себя в грудь, говорил, Боже, будь милостлив ко мне, грешнику. Сказывай вам, что сей пошел оправданный в дом свой более, нежели тот, ибо всякий возвышающий сам себя унижен будет, а унижающий сам себя возвысится. Итак, смотрите, мы сейчас с вами слушаем и говорим, как хорошо, что мы не тот фарисей. Вот мы лучше его, этого фарисея. Мы не судим, как он судит других людей. И знаете, я вижу, эта градация, она как будто нескончаемая. Ты опять попадаешь на какой-то новый уровень ловушки сатаны. Сначала сатана тебя держит в простых земных грехах, потом ты из них выбираешься, становишься самоправедным и даешь себе уже оценку выше, чем всем остальным людям. Я не знаю, что за парадокс самоправедности, но встречаясь с людьми верующими, ты часто смотришь, особенно люди с такой какой-то завышенной планкой к другим, и что интересно, что думающие, именно думающие, не в реальности, а думающие, что они тоже живут в этих высоких категориях. Страшные люди. Встречаешься, общаешься, человек, ты знаешь, я уже, и вот многие говорят, что они завидуют, а я вот никогда в жизни завидовал, ни на граммулечку, вообще я человек совершенно независливый. Ты знаешь, в Писании говорят там, что посмотрят кто на женщину с вожделением, я знаю, все мужики смотрят, а я не такой, и я не такой, все такие, а я не такой. И знаете, почему я не такой? Я с одной женой всю жизнь, никогда за всю жизнь ни на кого не поглядел. Поэтому у меня и бизнес процветает. И ты стоишь, чем больше его слушаешь, тем сам становишься все меньше и меньше и меньше. Думаешь, вот тот какой человек. И знаешь, прямо влево, чуть-чуть отодвигаешься, вот просто фокус меняешь, и там начинается такое исполнение. Потом с этого же бизнеса его приходят рабочие, и говорят, годами зарплату нам не платят. Пастор, какая десятина, он вообще никогда даже не отдает, рубль-то не бросит. Такой же одюга редкостный. И ты думаешь, так, в одном, ты вот великий, как вот эта елка, а с другой стороны посмотришь, как вот эта елка. Тогда получается, слушай, ну если ты так себя возвеличиваешь, то пойми, работает правило, всегда Бог найдет в твоей вот природе что-то, что даст такой сбой, что люди даже притыкаться на тебе будут. Надеюсь, вы со мной, я вас не теряю. Поэтому Иисус ясно говорит, вот этот парень, который говорит, помилуй меня грешного. Другими словами, милость прояви ко мне. Милость прояви. Он просит о пощаде. Что такое милость, друзья мои? Милость, это не что иное, как дать человеку шанс, когда он об этом просит. Шанс. Я всегда людям повторяю сто раз уже говорил, люди любят скидки. Мы вообще любим скидки. Обратите внимание, приходишь куда-нибудь в магазин в Мега, приходишь и написано, скидки. Раньше ты бы этот магазин не заходил туда ни на грамм, потому что там цены такие, что просто нули сосчитать не можешь. А тут вдруг скидки. Ой, как интересно. Раз, рубашечку. Ой, сколько стоит? Три тысячи. О, дорого. У нас скидка 70%. Да вы что? Да, меньше тысячи. И тебе уже охота ее одевать. Тебе уже хочется покупать на скидках. Слушайте, но если мы любим скидки в материальном мире, почему мы не даем скидки людям в их поступках, не давая им шанса ошибиться? Почему? Почему, я даже не пойму. Наша природа, я убежден, греховная природа, она не позволяет как будто бы другому иметь свою собственную жизнь. Я уж не говорю про грехи. Просто мы оцениваем, какие фильмы он смотрит. Я бы такой фильм никогда не стал смотреть. Вот, как он одевается, я бы так никогда бы не стал одеваться. Вот, я бы никогда себя не повел в той ситуации так. Вот, той, может, не повел, а в другой повел бы хуже, чем тот повел в этой. Я помню, один брат мне как-то интересную мысль такую кинул. Прям очень интересную мысль. Не знаю, насколько она вам интересна, но меня она сильно коснулась. Он воевал в Чечне в свое время, уже такой взрослый мужчина, и он рассказал такую историю. Он был срочником простым, и он говорит, удивительно, что разные ситуации показывают разные стороны одного и того же человека. И он говорит, и вот мы призвались, говорит, ротой такой, ну там, или взводом, не знаю, а я сам в армии служил, знаю эту атмосферу, эту, когда одни мужчины, когда идут там куда-то в военных подразделениях, у них форма, у них автоматы, и там начинается эта мужская тема, не знаю, женщинам знакома или нет, может они в других ситуациях это переживают, ну люди начинают искать крутых и отодвигать чемоданов. Это вот наша кастовая система. То есть попадая в закрытое помещение, все начинают искать свою нишу в этой кастовой системе. Все хотят, конечно, быть повыше, но там не получается, поэтому среднички, и там уже дальше, там чмыри, чемоданы там и так далее. И вот их там уже не приглашают за стол, отпинывают, их не пускают, и они живут своей какой-то жизнью. И вот он говорит, и мы живем, вот есть каста крутых парней, серьезных, которые там и в нос дадут, и там каратэ какой-то покажут, среднички, и там пониже какие-то, черпаки, не знаю, всякие названия, духи, у нас черепа назывались. Не факт, но он говорит, и вот мы попадаем, говорит, на военные действия, и там, говорит, совсем другая система ценностей, там пули свистят, и, говорит, настоящие, там не надо каратэ показывать, там в тебя просто стреляют, и, говорит, и так все меняется. Говорит, вдруг пацаны, с которыми мы не общались, там парень, которого считали чмошником, потому что он какой-то, ну, такой тихоний был, что-то книжки читал, вдруг, говорит, я вижу своими глазами картину, когда один из самых наших крутых, парализованный, лежит от страха, руками за лицо держится, и говорит, мы здесь все умрем, и вдруг этот, как считалось чмошник, берет автомат, в окно ставит, пинает того, кричит, патроны тащи, придурок, говорит, и тогда только выживем, и вдруг, говорит, все меняется ролями, так быстро, этот чмошник стреляет, он становится командиром, говорит, быстрее туда, там нас прибьют, сюда бежим, а эти самые крутые, они потерянные, и седые, бегут и говорят, веди нас, Моисей, почему так, я не знаю, но, дело в том, что мы порой даем людям оценки, в том, что мы считаем, в данном случае, неправильно для этой ситуации, но кто нас поставил судьей, кто, ты Бог или кто, поэтому Господь говорит совершенно ясно, друзья мои, дайте людям сделать их ошибки, дайте людям в конце концов, страшно даже крамолу скажу, но это библейская крамола, дайте им сделать их грехи, если это не касается тебя напрямую, сын, когда уходил от отца, отец не лег поперек двери и сказал, грешишь, сын, уходишь, не пойдешь никуда, буду держаться за тебя, но не отпущу, ты грешишь, нет, сын пошел в грех, он сказал, папа, я не хочу быть в этой церкви, я не хочу быть в этой синагоге, я не хочу быть с тобой, у меня есть собственный путь, дай мне мое, уже достаточно низко попросить наследство у живого отца, а потом еще написано, все прогулял с блудницами, с мытрыми и грешниками, все полностью прогулял, смотрите, отец дал ему, что он просил, он позволил ему сделать его ошибки, вот для нас, как для родителей, здесь, смотри, люди старшего поколения, ну, у всех, я имею ввиду, что здесь молодежи мало достаточно, сейчас, в этом зале, по крайней мере, и, как мы мыслим, как отцы, как я мыслю, мне не хочется, чтобы мои дети грешили, я вообще не хочу, чтобы они уходили в мир, безусловно, я не хочу, чтобы они черпали этот греховный опыт, но что я могу признать, совершенно ясно, я ничего с этим не могу сделать, все, что я могу сделать, только молиться за них, любить их и ждать, что делал отец, и отец ждал своего сына, он его отпустил, сказал, сынок, твой путь, он неправильный этот путь, и ты пожалеешь об этом, но я не лягу поперек, ты должен пройти свою жизнь, и я буду тебя ждать, любить, надеяться и верить, и вы знаете, вот эта мысль, она глубокая, когда ты позволишь человеку быть тем, кем он хочет быть, позволить ему сделать его ошибки, его грехи, это величайшее достоинство, это величайшее преимущество, и даже, что интересно, самое удивительное, отец дождался своего сына, почему он его дождался, потому что он четко понимал, что сын, где бы ни нагулялся, что бы с ним ни случилось, он знает одно место, где его ждут и любят, и где любовь будет безусловная, девицы любят за деньги, деньги кончились, и девиц нету, друзья любят за выпивку, за веселую атмосферу, кончились нормальные отношения, поругались друг с другом, все, тоже ничего будущего не светит, а вот отец, он ждет, и вот что интересно, что когда он вернулся к отцу, написано, отец побежал и пал ему на шею, не сын, у сына было осуждение, как у многих из нас, простое осуждение, обычное, и мы думаем, что Бог меня не примет с моими грехами, а отец-то как раз ждал и бежал, я встретился в эти выходные, я имею ввиду в эти каникулы, встретился с одним человеком, ну, как пасторская деятельность, заставляет тебя встречаться порой с людьми, которые когда-то были в церкви, что-то случилось, у всех разная диспозиция, вот, и я встречаю одного человека, из нашей церкви, и вижу, что он так как-то рад, достаточно искренне, я искренне рад его был видеть, и я понимаю, что он давно уже не в церкви, и я говорю ему, слушай, ты чего говорю, возвращается в церковь, и он говорит, мне так стыдно, пастор, ты даже не представляешь, я даже удивился, что ты так со мной разговариваешь, говорит, стыдища вообще редкостная, и говорит, да как я, говорит, приду, все уже знают, что я там натворил, я говорю, ну, во-первых, даже я не знаю, если я пастор не знаю, поскромнее, говорю, кто и знает, это твои товарищи, которые тоже большинство уже не в церкви, но следующее, говорю, даже если кто-то оценку тебе даст, это их проблема, Бог точно не даст никакой оценки, точно ничего не даст, Бог ждет, потому что его милость, милость превозносится над судом, когда эту фразу произнес, он как-то так у него, что-то в глазах ёхнуло, хотя неправильно сказать, в глазах ёхнуло, но в глазах что-то появилось, и вы знаете, так эта фраза-то не моя, это написал Иуда, как ни странно, только не тот, про которого вы подумали, так, 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 подождите, эх, цитату хотел эту, а, нет, нет, про Иуду дальше, про Иуду не сейчас, возвращаемся, Павел, как ты мог это потерять, Якова 2 глава, 13 стих, Якова 2,13, Ибо суд без милости, не оказавшему милостью, милость превозносится над судом, и это цитата из Библии, что милость Божья, она всегда выше суда, вот чтобы вы понимали, что вот есть суд, приговор реальный, а есть милость, и когда мы ставим их на какую-то шкалу, нам кажется, ну, милость, можно простить, можно не простить, но суд, он все, неотъемлемый, суд это серьезная субстанция, но вдруг Господь говорит, суд ниже, чем милость, милость выше, чем суд, милость превозносится над судом, еще одну историю вспоминаю, из нашей церкви тоже, один брат, один из наших служителей, рассказывает, говорит, когда он там наркоманил, дебоширил, занимался ерундой всякой, говорит, я так устал от того, что я наркоман, так устал, я думаю, такие свидетельства надо нам с кафедры почаще слышать, вот, и он говорит, устал, так что очередную квартиру, там какую-то ограбили, и вот, говорит, бежим, там полиция какая-то за нами, шухер, и говорит, бежим по снегу, по сугробам, и он говорит, и у меня внутри меня такое чувство, хоть бы меня поймали, что ли, говорит, все время что-то меня не ловят, и говорит, а я уже все, устал, говорит, сам от себя устал, извините, я его историю пересказываю, вот, может, какой-нибудь он сам отсюда расскажет, с кафедры, и говорит, устал, и говорит, аж в снег там бык упал, и думаю, да ловите уже, и говорит, поймала полиция, все, еще руки загнули, там, попался, а он говорит, а я про себя думаю, хоть кончится пусть скорее, там, мне, говорит, все равно, посадят, расстреляют, говорит, все, я просто уже устал от, не то что образа жизни, от своей зависимости, с которой не могу выбраться, и вот, говорит, его там посадили, он сидел пока в тюрьме до суда, и вот, сижу, и говорит, понимаю, мне вообще, как бы все равно уже, говорит, если есть, диалоги какие-то с Богом начались, если ты Бог есть, может, милость какая-то, изменения есть, я, говорит, не знаю как, но помоги, и говорит, выхожу на суд, даже уже адвокат сказал, ну, если тебе там, сколько-то лет, знаете, я что-то ошибаюсь, бывает в цифрах, бывает, но, по-моему, он сказал, лет семь, что ли, ему если дадут, это минимум, потому что там все эпизоды, и все там с ним, куча их там, и говорит, все, вот рассчитывай на столько, ну, говорит, минимум 4 года, это уже будет огромная скидка, и вот суд, говорит, наступает, я, говорит, на этом суде стою, и судья говорит, вот, вы подозреваетесь в этом, в этом, в этом, вот тут он там, да, я там, а это, вот вы, а там была, там, атмосфера такая преступная, я, а вот квартиру ограбили, у нас, большие улики, что вы, и казалось, что сейчас все же на суде, не я, докажи начальник, он говорит, да не надо ничего доказывать, я, говорит, вон там, тоже я, и, ну, и все, и судья даже такой, ну, во всем признаетесь, да, да, все признаюсь, и в конце концов, когда у него осталось там последнее слово, он говорит, ну, а что вы хотите от наркомана, ну, говорит, дадите вы мне срок, говорит, ну, выйду, все, говорит, будет по новой, мне, говорит, просто измениться нужно, вот все, все, что я хочу, больше ничего, мне, говорит, не надо, и я, говорит, даже не прошу милости какой-то, просто, говорит, я хочу жизнь поменять, если тюрьма меня поменяет, хоть вы 10 дадите лет, 15, я буду счастлив, вот сколько надо, судья раз, поговорила, что-то с прокурором, посоветовались, и говорит, мне дают 3 года условно, и я, говорит, думаю, как, адвокат глаза протирает, не может понять, что происходит, как так, и он говорит, и я выхожу на улицу и думаю, люди простые, мне милость проявили, простые люди, обычные, судья, который сама устал от наркоманов, от этих всех, и говорит, и тут мне выносит такой приговор условно, он говорит, я вышел, первым делом друзей встретил, сразу в церковь, ну там реабилитация и так далее, и он говорит, я понял, Бог дает милость намного выше, чем люди, но если люди такую милость дали, мирские, то насколько выше Бог дает эту милость, какая величайшая его милость, смотрите, в конце, вот как раз послание Иуды, Иуды 1 глава 21 стих, Иуда, только не тот, не Искуриот, другой, он говорит, сохраняйте себя в любви Божьей, он не сказал, сохраняйте себя в законе, в праведности, в самоправедности, поступайте правильно, потому что он говорит другими словами, все равно вы будете давать сбой, все равно, и чем выше вы себя оцениваете по этой шкале, кастовой шкале самоправедности, тем хуже для вас, вы будете людям говорить, вот какой я праведный, а люди же будут со стороны видеть ваши кривизны, и он говорит, сохраняйте себя в любви, смотрите, в любви, когда мы имеем откровение о любви, вот глубочайшее откровение любви, тогда нам всегда легче говорить с людьми, нам легче делать им скидки, скидки кругом, когда ты говоришь, там кто-то осуждает, ты видишь, как он поступил, ты говоришь, ну, наверное, он так поступил, а что он так оделся, ну, наверное, он так решил, ну, не знаю я, почему так, он стоит перед своим Богом, или падает, ты кто, чтобы его судить, сохраняйте себя в любви, ожидая милости, говорит, ожидая милости, не ожидая награды на суде, не ожидая того, что ты оправдаешься на суде, а ожидая милости от судьи, ожидая только милости, от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни, он говорит, за этим еще потом вечная жизнь следует, поэтому милость, это потрясающая вещь, вещь, вы знаете, самые приятные люди на земле, это праведники, которые считают себя грешниками, а самые неприятные, это грешники, которые считают себя праведниками, это не я сказал, это сказал Блэс Паскаль, так вот, друзья мои, если Блэс Паскаль смог увидеть такую простую истину, то уж мы во Христе Иисусе тем более должны ее увидеть, живите милостью, милость, милость, она выше суда, милость, проявляйте к людям, Бог проявляет милость к вам, прощайте людей, люди будут прощать вас, не участвуйте в осуждениях других людей, не участвуйте в осуждениях даже тех, кто достоин осуждения, но не вы судья, судья он, и если вы делаете просто скидку людям, вы будете приятными людьми, как сказал Блэс Паскаль, и будете праведниками в глазах Божьих, и не потому, что вы что-то сделали хорошо, не потому, что постились, хотя это нужно, то, что десятину давали, хотя это нужно, и не потому, что вы там не были зависимыми людьми, хотя нужно быть независимым, но не поэтому вы спасаетесь, а потому, что его любовь была такова, что он даже умер за вас, когда вы еще не знали его, жили в своих грехах. Друзья, вот на этой волне давайте помолимся, поднимемся. Отец Небесный, Господь, дай нам это глубокое откровение, о милости, Господь, милость Твоя, которая превозносится над судом. Отец, мы хотим, хотим этой милости, мы хотим, Господь, чтобы Ты проявлял ее к нам, Господь, так же, как мы проявляли ее к другим людям, Отец. Прошу Тебя, Господь, Твоя милость, милость, Господь, мы часто судим других людей, мы часто, Господь, попадаем в эту категорию судей, мы осуждаем других, Отец, но мы просим Тебя сегодня, Господи, дай Твою милость, милость, и главное откровение о ней, Отец, Аллилуйя, Аллилуйя, Господь мой, Царь мой, милость Твоя, милость Твоя, милость Твоя, милость Твоя, милость Твоя, милость Твоя, Господи, да придет Господь, благодарим Тебя, отец, благодарим Тебя, освободись от осуждения, Потому что осуждение часто навязано тебе людьми самоправедными. Людьми, которые манипулируют тобой, такие же, как тот фарисей. Как ни странно, я не сужу этих людей ни в коем случае. Но это даже не люди сами виноваты. Это дух, который превращает их в неких фарисеев. Когда они сравнивают себя с тобой. И по этой шкале греховности они выше. И поэтому тебе кажется, что ты неполноценный. И тебе кажется, что ты чего-то не достиг. А еще, не дай Бог, в твоей жизни что-то произошло негативное. То все. Уже не только люди. Сам сатана начнет говорить в твои уши, что ты недостоин. Ты не можешь. Ты никогда не будешь. Никогда не будешь спасен. Но Слово Божие говорит тебе сегодня. У тебя все хорошо, если ты с ним. Если ты любишь его, тогда он тем более любит тебя. Аминь. Слово Божие. Субтитры создавал DimaTorzok